Под плакатом сбора гуманитарной помощи огромное количество пакетов, а в них предметы гигиены и первой необходимости, продукты и вещи. Несмотря на инструкции, люди прекрасно понимают, что необходимо тем, кто остался без крыши над головой. Я точно знал, что откликнутся все. И то количество гуманитарной помощи, которое мы за несколько дней собрали, оно было ошеломительно. И до сих пор каждый день люди продолжают нести все возможные и невозможные вещи, начиная от предметов первой необходимости, а заканчивая такими замечательными вещами, как терки, какие-то сковородки. В общем, не то, что есть в перечне, а люди несут все, что может пригодиться в хозяйстве на новом месте или, может быть, после того, как все было разрушено и потеряно. Сегодня этот груз отправится в центральный сборочный пункт округа. Он расположен в Видном, в помещении общественной палаты. Грузить вещи и продукты помогают всем миром, так же, как и собирали. Свой вклад внесли все, от предпринимателей до пенсионеров. Особенно тех, кто застал Великую Отечественную и знает, каково это оказаться в зоне боевых действий. Люди пожертвовали со своей пенсией, сколько каждый мог. Откликнулись очень-очень-очень от души и от всего сердца. Я даже не ожидала. Все пришли, принесли каждый, сколько смог. Понимаете? И это мы собрали деньги, пошли закупили. Дети войны, которые у меня в клубе занимаются, они очень довольны. Всего полчаса пути и машина в Видном. Стоит отметить, что не поместилась даже пятая часть того, что собрали. А потому водителю придется несколько раз возвращаться в поселок совхоза имени Ленина. Отсюда из видного продукта и вещи отправят в региональный пункт, который расположен в Домодедове, а оттуда в ЛНР и ДНР. Мы благодарим всех жителей поселка совхоза имени Ленина в помощи, в участии. Помощь сейчас необходима всем. И вы, как взрослые, показываете пример своим детям, что в трудную минуту нужно дать руку помощи тем, кто в этом нуждается. Пункты приема гуманитарной помощи продолжают свою работу на территории муниципалитета. И тот факт, что от них постоянно отправляются переполненные машины, говорит о том, как много у нас неравнодушных людей. Максим Козлов, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ.